В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым возбуждающим процессом. Все было доступно. Роскошь и женщины. Разврат проникал всюду, им был как заразой поражен дворец. И во дворец, до императорского трона, дошел и, глумясь, издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой. Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением, но она не была слета с тем, что можно было назвать духом города. Центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность. Дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем. Пропитывал смертельным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сокельмана, и мрачную злобу рабочего на столетельном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале красной бубенце. И даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить и обострить его. То было время, когда любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком. Никто не любил, но все жаждали. И как отравленные преподали ко всему острому, раздирающему внутренности. Девушки скрывали свою невинность, супруги верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения – признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникающие в один сезон из небытия. Люди выдумывали себе пороки извращения, лишь бы не проснуть пресными. Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску своим вином, золотой, беззлобой любовью, надрывающими и бессильно чувственными звуками танго предсмертного гимна. Он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвестники. Новое и непонятное лезло изо всех щелей.